Ещё совсем недавно такие капсулы можно было увидеть только в фантастических фильмах. Однако сегодня это уже реальность. В Екатеринбурге открылся первый на Урале капсульный отель. Мы находимся между обычными гостиницами звёздными и хостелами. То есть наши клиенты, те, кто не могут себе позволить жить за 5 тысяч в сутки и не хотят жить за 500 рублей в сутки, по 8 человек в комнате. Внутри есть всё необходимое – кровать, телевизор, бесплатный интернет, сейф, разъём для зарядки и раскладной стол. Размер комнаты около трёх метров. Сидеть и лежать здесь можно, а вот встать получится вряд ли, разве что детям. Специальная панель управления оснащена сенсорными датчиками. Они позволяют устанавливать свой микроклимат, регулировать освещение и вентиляцию. В принципе, вы как бы в изолированном помещении, в котором вы создаёте все условия сами. А не так, что вы в хостеле, там какой свет горит, с тем вы уже и живёте. Какая температура есть, с той вы уже и привыкаете. Можно, в принципе, выключить свет, и вы будете в абсолютной темноте, в 100% темноте, в кромешной. Будет гореть просто лампочка, чтобы вы видели, где включить свет. Ну и как бы у нас же при 100% темноте спится гораздо лучше. Некоторые переживают. Те, кто страдает клаустрофобией, будут чувствовать себя здесь некомфортно. Но гости отеля уверяют – ощущения замкнутости нет, благодаря освещению и зеркалу. Вот я всю жизнь боялась лифтов и так далее. И вот поверьте мне, я живу уже довольно долгое время. Нет, абсолютно нет. Уединение, тишина, спокойствие. Ну, просто что-то на фоне релакса. Туалет, душ и кухня здесь общие. Можно приготовить завтрак или сварить кофе. Словом, гости получают все то же самое, что и в обычных отелях или хостелах. С одним маленьким нюансом. Постояльцы будут чувствовать себя здесь, словно герои космического фильма. Во-первых, необычная все равно капсулу, потому что это, можно сказать, такой хай-тек. То есть, если просто кровать в номере это уже было, а тут именно в капсуле, ну, такая космическая наподобие тематика. Капсульный отель подойдет для тех, кто путешествует трансферными рейсами или приехал в город по работе. Однако есть и те, кто хочет спрятаться здесь от всего и просто отдохнуть. Ведь главное правило отеля – тишина. Я люблю экспериментировать, лично я. Ребенок меня мой поддерживает, не капризничает, наоборот. Он уже освоился здесь, чувствует себя как дома, даже двери закрывает, чтобы не мешали. Подобные отели уже давно популярны в густонаселенных странах – Японии и Китае. На Урале это пока диковинка. Всего здесь можно разместить 16 человек. Сейчас капсульный отель работает в тестовом режиме, чтобы выяснить все детали такого бизнеса.